Хорошо. Сейчас настало время ваших вопросов. Поднимайте руки вверх, кто может дать мне ответ? Как это называется? На английском, пожалуйста. Как это будет на норвежском? Как? О, эра. Эра. Эра? Правильно? Эра. Это называется эра. Так же? А для чего нужна эра? Да, слышать, слушать. Давайте мне поаплодируем. Да, я пошутил. Следующий вопрос. Как это называется? Несса? Мне нравятся норвежцы. Несса. Хорошо, а зачем нужна Несса? А? Вы знаете ухо? Ухо, чтобы слышать. А для чего еще уши? Это очень ценное их качество. Да, гармония. Правильно. Итак, нос для того, чтобы нюхать. А как мы это называем? Пожалуйста, на норвежском. Я хочу выучить норвежский. А? Уе? Уина. Уина? На арабском произносится уин. Не так ли? Айна. Субханаллах. Всегда вы можете найти сходство между всеми языками. Хорошо. Итак, зачем нужны нам глаза? Видеть. Хорошо. А как насчет этого? Тенет? Тенет? Зачем они? Кушать, кусать, жевать. Хорошо. Брат, что на твоем лице? Да, вот это. А? Как? Бриллет? Так? Брилл... А? Бриллери. Оу, бриллери. Я даже не буду пытаться прочесть то, что тут написано. Я даже не буду пытаться этого сделать. Хорошо, брат, а что делают эти очки? Эти бриллери. Ну, как-то так, мне записать надо. Для чего они? Они помогают тебе видеть лучше. Хорошо. Вот это? Ручка. Ручка? На норвежском, пожалуйста. Пен. А зачем этот пен? Для чего он нужен? А? Да, правильно. Зачем? Я все это спрашивал. Подумайте о всем. Подумайте о вашем теле. Подумайте о каждой части вашего тела. У него есть цель. Даже ваш аппендикс, у которого, как вы думали, нет функций, обладает определенной целью. Было открыто, что он находится для определенной цели. Они выяснили это после того, как поудаляли тысячи аппендиксов. Они выяснили, что он обладает функциями. Все, что у вас есть. Ваши легкие, ваши сердца, почки, глаза, нос, ноги, даже ваши внешние принадлежности. Очки и ручка у всего есть цель. У него есть причина. У него есть цель. Давайте подумаем обо всем этом. Действительно ли вероятно, что каждая составная часть вашего тела, каждая часть вашего тела обладает целью? У Солнца есть причина. И у Луны, у звезд есть предназначение. У моря, у травы. Даже у червя в земле есть цель. Удобрять почву. Но вы целиком. Какова ваша цель? А? Возможно ли, чтобы у каждого человека, у каждой вещи была цель, а у человека не было цели и предназначения? Это не является чем-то, что мы можем принять. В этом нет смысла. И когда ты спрашиваешь людей, в чем смысл вашей жизни? Иногда люди не понимают вопроса. Они понимают это так. «Что ты хочешь делать по жизни?» И они говорят, «Моя цель в жизни — это стать доктором, инженером. Моя цель в жизни — это моя девушка, находящаяся тут». Итак, цель твоей жизни — это твоя девушка. Пока она не убежит с одним из тех парней из рекламы Кока-Колы. Помните их? И затем будет вот так. Почему ты плачешь? Потому что ты понял, что она не может быть смыслом твоей жизни. Вы думали, что ваш бизнес — это цель вашей жизни до тех пор, пока вы не стали банкротом, в период обвала финансовой системы. Итак, в чем же смысл нашей жизни? Вы думали, смысл нашей жизни — это все то, чего вы хотите добиться? Ваши экзамены. Но вы провалили ваши экзамены? Многие, простите, но это печально. Они испытывают отчаяние и доходят до того, что люди убивают себя. Они совершают суицид. Они совершают суицид, потому что чувствуют, что все, что они представляли себе смыслом жизни, главными целями в жизни, оказалось просто ничем. Поэтому я не спрашиваю, чего вы хотите добиться в жизни. Я спрашиваю, почему существуют люди. Мы знаем, зачем существуют муравьи. Мы знаем, зачем существуют птицы, солнце. Мы знаем, для чего нужна рука, ручка. Мы знаем, зачем она существует. А человек? А? В чем цель нашего существования? Я хочу вернуться в промежуточную стадию. Потому что есть промежуточная стадия. Я хочу прыгнуть в нее, а затем выйти оттуда. Я хочу сразу попасть прямо туда, без вдавания во всякие ненужные темы. Я сразу же хочу переключиться на нее, чтобы ответить на этот вопрос. Но перед тем, как ответить на этот вопрос, я хочу, чтобы мы поразмыслили над некоторыми аналогиями. Есть ли у кого-нибудь мобильный телефон с антенной? Вы помните, что у мобильных телефонов были маленькие антенны? Помните? Хотя нет, вы слишком молоды, чтобы помнить такое. Можно мне твой телефон, брат? Ты дал мне деньги, телефон. На самом деле, в Норвегии очень гостеприимные люди. Итак, у нас есть мобильный телефон. Сколько он стоит? Ты купил его без контракта? Хотелось бы узнать у тебя, сколько он стоит? Хорошо, дайте мне кто-нибудь более продвинутый телефон. Сестра. Да, я хочу дорогой. Айфон. Да, сестра, это то, что мне нужно. Итак, у нас айфон. Я знаю, что он не дешевый. Итак, я пошел в торговый центр и купил сам себе айфон. И что я делаю? Я разве использую его вот так? Я разве купил себе красивую бритву или терку? Я использую свой мобильный телефон. Я потратил 600 фунтов или сколько там? Крон. Кроны, да? Сколько крон? Сколько? 6 тысяч крон? Причина, почему я все это говорил... Жазакилляухайран. Можешь его больше не мыть, Абдурахим Грин Тирсейм. Абдурахим скрэшит his arm. Причина, по которой я привел этот пример, следующая. Некоторые из вас, сидящие здесь, думают... Да, сегодня очень хорошая беседа. Материалистическое общество. Но знаешь, мне нравится моя жизнь. У меня есть доход, и я считаю, что жизнь многих людей такова, что они могут, например, купить себе телефон за 6 тысяч крон и брить свои руки. Да, вы можете извлечь некоторую пользу из своей жизни. Вы можете как-то использовать ее. Но разве для этого вы были созданы? И в отличие от мобильного телефона, вы не являетесь неживым предметом. У человека все намного сложнее, запутаннее. Итак, тот мобильный телефон. Я потратил 6 тысяч крон, чтобы брить свои руки. Большинство из вас считает, что такой человек дурак. Либо у вас на самом деле так много денег, либо вы на самом деле дурак. Это расточительство. Это действительно крайне неподобающее преступное расточительство. Я бы хотел, чтобы вы подумали о другом. Что ж, я взял себе красивый, сияющий айфон. И я знаю, многие из нас знакомы с техникой. Но я помню, когда у меня впервые появился мобильный телефон, многие годы я отказывался пользоваться мобильным телефоном. Но все равно мой друг дал мне один из его телефонов. Он наставил, чтобы я его взял. И в конце концов я сдался. И он дал мне свой мобильный телефон. До этого я никогда не пользовался мобильным телефоном. Но он не дал мне кое-что вместе с телефоном, которое было бы очень полезным. Что он мне не дал? Зарядку? Он дал мне зарядку. Еще ответы. Сим-карта у меня была. Правильно, инструкцию. Я мог выполнять только самую основную операцию, звонить. Но я знал, что у телефона есть 30 или 40 дополнительных функций, которые я никогда до этого не знал, как совершать. Потому что у меня никогда не было инструкции по пользованию. У меня не было руководства по использованию. И тот телефон, я его не помню. Давайте скажем, это была Nokia. Допустим, я получил инструкцию. Представим, что я получил инструкцию от Sony Ericsson. Это хорошо для меня? У меня есть телефон Nokia. У меня определенная модель телефона Nokia. Чего я хочу? Я хочу инструкцию от производителя. Так же? Я хочу, чтобы тот, кто сделал этот телефон, дал мне и помог мне работать с этим телефоном. Если я хочу знать, как его использовать, для чего он, какие у него параметры, какие у него функции, нужно руководство по использованию от того, кто сделал этот телефон. Я надеюсь, вы поняли мою аналогию. Если вы хотите узнать цель вашей жизни, узнать причину вашего существования, если вы хотите знать, как прожить свою жизнь, возможно, самым наилучшим способом, в соответствии с причиной, по которой вы были созданы, мне не нужны инструкции от Фрейда, Ленина, Маркса, Декарта, Аристотеля, Платона. Поверьте мне, они все сами нуждались в инструкции. Я хочу инструкции, в руководстве. Я хочу инструкцию от того, кто сделал меня. Я хочу инструкцию, я хочу руководство от того, кто создал меня и дал мне существование. Потому что все остальное, все, что помимо этого, это просто предположение. Все остальное — это лишь догадки. То, что на арабском называется луанн. Россказни, догадки. Если я хочу знать, какова причина моего существования, если я хочу знать, с какой целью я существую, то единственный, кто на самом деле может дать пояснение об этом, это тот, кто дал мне существование, кто создал меня, и тот, кто сделал меня. Я хочу вернуться снова к мобильному телефону. Я скажу вам вот что. Брат пригласил меня и сказал, я хочу немного поменять тему, смешать немного цель жизни и существует ли Бог. Он сказал, разговор на тему «Существует ли Бог?» «Будет длиться час и сорок пять минут». Я сказал, это отдельный разговор. Ну, в общем, мы сошлись на этом. Теперь мы подошли к этому вопросу. Я не хочу вдаваться во все философские аргументы спора, существует ли Бог или нет. Что я собираюсь сделать, так это представить вам то, что я считаю самым сильным аргументом. Могу ли я вам доказать существование Бога на чисто научном, интеллектуальном уровне с вовведением логического следствия? Я не думаю, что я так смогу вам доказать. Но что я смогу сделать? Поверьте, я смогу сделать, продемонстрировать, почему вера в существование высшего Создателя означает веру в Бога, который бесподобен, отделен и уникален, который полностью отличается, отличается от своих созданий, является самым рациональным и осмысленным объяснением существования нашей жизни, нашей Вселенной, нашей планеты и нас самих. И чтобы показать данное утверждение, я вернусь обратно к мобильному телефону. Я вернусь обратно к мобильному телефону. Итак, у нас здесь самый простой мобильный телефон. Извини, брат. Считаем, что я не знаю этого брата. Я буду спекулировать на том, откуда у него этот телефон. Для начала я хотел бы, чтобы вы подумали кое о чем. Какие основные компоненты у этого телефона? Материалы, из которых он сделан. Корпус сделан из пластика. Внутри него маленький чип. Так же? Маленький чип, как мы его называем? Силиконовый чип. Что такое силикон? Силикон. Что это вообще такое? Силикон. Это песок. Пластик делают из нефти. Назовите место, где много песка и нефти. Ну, вообще-то Ирак больше подходит. Вы знаете, в Ираке есть место, где вы тыкаете в землю палку и оттуда начинает брызгать нефть. Там легче всего в мире добывать нефть. Итак, брат посещал Ирак. Я не навлеку на тебя невероятности, брат. Все нормально? Итак, он поехал в Ирак. Гулял там. И один день он нашел на земле мобильный телефон. Продукт, возникший в результате совпадения, случайных процессов, в течение миллионов лет. Поднялась нефть, песок размылся. Ударил свет, засветило солнце. Верблюд замычал. После случайных событий, происходивших миллионы лет, этот телефон сам превратился в результате случайных событий в мобильный телефон, который мы сегодня имеем. Он подобрал его, нажал на кнопку и позвонил своей маме. Вы знаете, я уверен, что вы согласитесь, что это нелепо. Вы можете спросить, а как такое вообще может быть? Может быть, из-за того, что я сказал миллионы лет? Хорошо, миллиарды. Если я скажу, что на это ушло миллиарды лет, это будет выглядеть менее нелепо? Как насчет двух миллиардов лет? Как насчет двух миллиардов лет? Давайте возьмем, что? Давайте возьмем, что Обама отдает 175 миллиардов банкам. Как насчет 175 миллиардов лет? Вы думаете, что может быть? Все еще может получиться мобильный телефон? Может быть? Кто-то может сказать, да, может быть. А ведь это вещь, предмет. Видите? Во что нас просят поверить атеисты? Так это на самом деле еще более невероятное. Намного невероятное. Потому что простые, примитивные создания намного сложнее, чем этот мобильный телефон. И они все еще хотят заставить нас поверить. И мне все равно, сколько миллиардов лет вы хотите добавить сюда. что это продукт многих случайных обстоятельств. Давайте посмотрим на саму Вселенную. Если мы посмотрим на механизмы, посредством которых и через которые существует Вселенная и продолжает существовать, то увидим, что даже они намного сложнее и запутаннее, чем биологические процессы, которые существуют на нашей Земле. я говорю вам, что заявление о том, что эта Вселенная является результатом случайных событий, является результатом случайностей и произвольного совпадения является абсолютно нелогичным. Фактически, самое рациональное утверждение о том, что когда мы видим что-то, что работает согласно законам, согласно системе, по модели, что когда мы видим механизмы, наш человеческий опыт, наш общечеловеческий разум, наш общечеловеческий опыт говорит нам, что если я нашел мобильный телефон, если я нашел что-то, работающее по определенным механизмам и моделям, и оно может быть намного проще, чем мобильный телефон или ручка. Я могу быть археологом, который копает в пустыне, я нахожу простой кусочек глины, и для меня этот простой кусочек глины является убедительным доказательством существования цивилизации, которая сделала данную глину. Мне не нужно видеть данную цивилизацию, мне не нужно видеть их, мне не нужно видеть всех этих людей, но существование этого кусочка глины является доказательством интеллекта, сделавшего его. Фактически, я могу проверить его и сказать вам намного больше об этой цивилизации, просто проведя экспертизу одного куска глины, который намного проще, чем мобильный телефон. Итак, самый сильный аргумент, по моему мнению, польза существования создателя — это существование систематизированной, организованной вселенной, в которой мы живем. Есть и другие аргументы, но для меня это самый сильный, самый глубокий и самый рациональный, а предположение о том, что это продукт случайного совпадения, для меня просто несостоятельно. есть люди, являющиеся убежденными атеистами. Они посвятили этому свою жизнь, и все, что они пытаются сделать, это просто сделать мое утверждение менее привлекательным. И все. Что они могут сделать? Потому что в основе люди на интеллектуальном и умственном уровне, и к тому же у них очень развит интеллект. Я верю в основе на уровне интеллекта мы верим, что у вселенной есть создатель. Все, что могут сделать атеисты, это попытаться показать, что эта идея менее привлекательна, и как, может быть, возможно, через некоторые произвольные процессы могли начаться процессы создания. в конечном счете к этому сводятся их теории. Если вы посмотрите на это с позиции логики, к тому же они показали, что биологические процессы протекали случайно, и тем самым смогли успешно убедить некоторых людей. Когда вы подходите к законам, по которым управляется Вселенная, возникает совершенно другое ощущение, совершенно другое представление. очень и очень трудно, и большинство физиков и астрофизиков согласятся, что очень трудно допустить вероятность случайности всей этой системы. Итак, они пытаются показать, что в некоторых случаях идея о создателе может быть менее привлекательной. Если посмотреть на их аргументы, большинство людей не будут убеждены в них, не будут убеждены в том, что нет Бога, потому что атеисты верят, что Бога нет. Они не из тех, кто говорит, ну не знаю, может быть он есть или нет, я не знаю. Нет, они говорят, Бога нет. Вот наша вера. И что вы видите? Что аргументы атеистов, давайте вернемся назад, основаны на эмоциях. Самые сильные из них, большинство их аргументов не основаны на разуме. они построены на эмоциях. В мире столько страданий, дети умирают, происходят землетрясения, возникают болезни. Так как же может существовать Бог? Да? Нам ведь это знакомо. Все войны из-за религии. Хорошо. Первая мировая, вторая мировая, Сталин, не совсем религиозный человек. Но если вы примете наше определение религии, и так, все войны из-за религии. Я хочу спросить вас, это действительно разумное утверждение? Какое отношение Бог имеет к систематизированной и организованной Вселенной и планете, в которой мы живем? Абсолютно никакого. Все вопросы касаются только теологических споров о природе Бога. Но это не говорит нам, есть ли Создатель или нет. И все, что они говорят, как может быть хороший Бог, ваш христианский Бог, ваш исламский Бог и любой другой. Если Создатель, который создал эту Вселенную, мы видим только аргументы, основанные на эмоциях. Так же, как и большинство людей, обработанных для жизни в общественной системе, точно так же. Это материалистическое общество. Материалистическое общество думает только о своих интересах. Так же, как и материалистическое общество убеждает себя и заставляет себя не верить в Создателя. Вкладывать твою энергию, твои силы, твое время в этот мир. И поэтому я не собираюсь полностью опровергнуть теорию эволюции. Но теория эволюции это главное теологическое, и я хочу подчеркнуть этот термин, теологическая суть материалистического общества. Давайте вернемся назад. Почему? Потому что в основе теории эволюции говорит, что люди это обезьяны с улучшенным разумом. Вот что она говорит. Я знаю, что теория эволюции не говорит, что мы эволюционировали от человекообразных обезьян. Я знаю, что эволюция говорит, что мы человекообразные обезьяны, предположительно эволюционировавшие от приматов. Но суть в том, что по существу мы просто животные, умные животные. В сущности, мы обезьяны, то есть умные обезьяны. Вот так. Что не нужно верить? Нет серьезной цели существования. Так что очень просто сделать обезьяну счастливой. Очень просто. Дайте обезьяне банан, и она будет счастлива. Дайте самцу обезьяны самку. Обезьяны будут счастливы. И держи обезьяну в безопасности от опасного воздействия. И что у тебя получится? У тебя будет счастливая обезьяна. Как сделать счастливыми людей обезьян? То же самое. Так же. Мы дадим тебе какую-нибудь еду, дадим тебе какую-нибудь одежду. Дадим вам много секса. Если мужчину обезьяну не устраивает ваша женщина обезьяна, ну хорошо, мы дадим мужчине обезьяне. Мужчину обезьяну, женщине обезьяны, женщину обезьяну, это всего лишь ваша животная страсть. Это всего лишь ваши животные страсти. Просто делайте все это. Просто следуйте вашим желаниям. Просто следуйте им. Потому что так и должно быть. Для этого вы здесь. Почему нужно загромождать себя этими запретами? Ведь по сути ты просто животное. Просто несколько более умное животное. Вот и все. Это очень хорошо сочетается со всей философией потребительства. Если вы думаете, что наука это беспристрастная проверка фактов, вам нужно подумать снова. Вам нужно увидеть некоторые научные доказательства, сделанные в Советском Союзе, который абсолютно отвергал любую теорию, любую научную теорию, которая указывала на то, что может быть некоторое разумное существо, которое создало эту Вселенную. Не имело значения, какое содержание было у этой теории. Факт того, что она предлагала точку зрения на идеологическом уровне, противоречащую идеологии Советского Союза, заставлял отказаться от нее. Точно так же есть много научных исследований, сделанных алкогольными компаниями, табачными компаниями, которые показывают, сколько много лекарств мы потребляем, которые произведены в так называемых лабораторных условиях, но они только лишь заставляют вас покупать лекарства. Снова. Они сделаны по такой системе, по которой вам снова нужно будет покупать эти лекарства. Они не сделаны для того, чтобы вылечить вас. Нет. Фактически, в интересах транснациональных фармацевтических компаний, чтобы вы болели. Потому что чем больше вы болеете, тем больше вы продолжаете покупать их пилюли. Так что научные исследования, наука открыта для воздействия на нее идеологии, как и любое другое. Я не собираюсь говорить вам, что эволюция – это правда или неправда. Факт в том, что есть очень удобная связь между этой теорией и потребительским обществом. Это то, к чему я хотел вернуться. Что я хочу сказать? На самом деле, в реальности, самое удобное объяснение организованной систематизированной вселенной – это существование высокоинтеллектуального существа, которое сотворило ее. Я знаю, что это вызовет многие вопросы. Я просто хочу ответить сейчас на несколько этих вопросов. Чтобы это сделать, мне нужно раскрыть некоторые понятия. Давайте согласимся. Просто ради этого обсуждения. Просто ради этого обсуждения. Да? Вселенная работает по определенным законам. Работает по определенной системе. Она очень сложная. Я могу вдаваться в детали некоторых законов ее существования. Мы можем поговорить. Давайте коротко перечислим некоторые явления, как, например, смена дня и ночи. Это очень интересно. Земля крутится вокруг своей оси. Один оборот за 24 часа. Я бы хотел, чтобы вы представили, что Земля крутится очень медленно. Вместо того, чтобы крутиться вокруг своей оси, совершая оборот за 24 часа, представьте, что она совершает один оборот за 30 лет. Представьте, что одна часть планеты подвержена солнечному свету в течение 30 лет, а на другой части нет света в течение 30 лет. По астрономическим меркам это небольшая разница. Но как бы это отразилось на нашей жизни? На жизни на планете? А? Как вы думаете, жизнь бы продолжалась? Да, но она не была бы такой, как сейчас. Это почти определенно. Что, если бы Земля была слишком близко к Солнцу? Что бы произошло, если бы она была слишком далеко от него? У нас есть и другие планеты. Мы можем их видеть? Что было бы, если бы Земля была больше или меньше? Эффекты гравитации. А как насчет состава газов в атмосфере? Кислород очень важен для жизни. Но слишком много кислорода может отравить нам жизнь. Вам нужен углерод. Вам нужен азот. Вам нужен правильный баланс этих газов. А как насчет озона? Как насчет него? У которого есть замечательное свойство защищать от вредных компонентов солнечной радиации. Что, если бы его не было? Мы бы все были поражены солнечной радиацией. Какой же замечательный баланс. Какая изумительная гармония. Если вы сожмете Землю до размеров бильярдного шара, вы знаете бильярдный шар. Земля сжата. И это касается некоторых моментов. Если мы углубимся во все тонкости строения Вселенной, все станет еще более удивительным. И так у нас встает вопрос. Как все это так устроилось? За этим должен стоять интеллект. За этим должна стоять какая-то могущественная сила. Но этот вопрос ведет нас к вопросу о природе Вселенной. И этого существа. Или существ. Может быть не одно существо-создатель? Это можно допустить? Так что давайте теперь зададим вопрос. Создала ли Вселенная сама себя? А? Я задаю вам вопрос. У вас есть что-то родившееся из ничего? Нет, у вас нет такого. Это мы знаем по человеческому опыту. Вы не найдете что-либо, что произошло из ничего. Она не создала сама себя. Она не произошла из ничего. И мы не являемся ее создателями. Так что Вселенная должна иметь создателя. Одно мы можем допустить логически, рационально. Природа. Качества создателя должны отличаться от свойств природы созданного. Почему? Я скажу вам почему. Причина в том, что если бы природа создателя была бы такой же, как и у созданного, тогда это не создатель. Он просто более улучшенное созданное. И мы все так же зададим вопрос. Кто создал его? И вы уже, возможно, слышали данный вопрос. Если все создано создателем, кто создал создателя? Да? Вы слышали такой вопрос? На самом деле это еще один глупый аргумент. Еще один глупый аргумент человека, который задает такой вопрос. Они просто не понимают того, что мы обсуждаем. И я скажу вам почему. Я приведу вам простой пример. Вы видите эту кафедру вот здесь. Я хочу ее поднять. Я выпил кока-колу, и мне нужен помощник. Вы можете мне помочь. И вы говорите, да, но при условии, если кто-то еще придет и поможет мне. Потом приходит следующий и говорит вам. Я помогу тебе, но при условии, что кто-нибудь придет и поможет мне. Вы понимаете, о чем я, да? И если каждый будет помогать только при условии, что кто-то придет и поможет ему самому, то эта мебель будет стоять там, где она стоит, и ее никогда не поднимут. Используем эту аналогию и вернемся к нашей Вселенной. Если Создатель создает. Это Создатель создает Создателя. Это Другого. Тот Создатель создает Другого. Так? И так происходит бесконечно. Что происходит? У вас не будет ничего созданного. У вас не будет созданного. Так же? Потому что логически мы можем сделать вывод, что ограниченная временная Вселенная должна быть создана существом, чья природа отличается от нее. Так что если природа Вселенной такова, что она ограничена, временна, то Создатель должен быть бесконечным, самодостаточным. Вот так логически, разумно мы можем понять, что Создатель Вселенной должен быть вечным, самодостаточным и бесконечным. Другими словами, исключительным. Превосходящим существом. Кем-то, кто отличается от созданного. И очевидно, вы можете понять, что вопрос, кто создал Создателя, неприемлем к вечному, бесконечному существу. Это не вопрос. В нем нет смысла. Он неприменим к этому существу. Можем ли мы допустить, есть ли смысл в утверждении, что существуют два бесконечных существа? Нет. Два бесконечных, вечных, самодостаточных существа? Я думаю, по очевидным причинам мы можем сказать, что в этом нет смысла. Потому что мы можем логически сделать вывод. Это логически разумное утверждение. Это логически разумное утверждение мысли, обоснованное разумно, что есть одно вечное самодостаточное существо, которое создало эту Вселенную. В этом есть абсолютный и понятный смысл. Это не является неразумной идеей. В этом есть понятный и абсолютный смысл. Наоборот, она достаточно логична. В этом нет иного смысла. Это у нас есть другие аргументы, чтобы проверить, правы ли атеисты или нет. Ко всему этому в это верят большинство людей, то есть верят в Бога. Что в общем сделали люди? Так это то, что они взяли некоторых из созданий и приписали им качества и некоторые атрибуты, некоторые знания, некоторую силу, которые на самом деле принадлежат Богу. Они взяли их богами вместо настоящего Бога. Они поклонялись им. Они начали думать, что у тех есть сила, что у тех есть власть, способность, которая на самом деле есть только у Создателя. Итак, это одно рациональное доказательство, которое мы можем использовать, чтобы рационально, логически показать, что существует только один Бог, который превосходит всех. И я говорю вам, бросая вызов, покажите мне хоть одну религию, помимо ислама, которая проповедует такую же концепцию. Вы можете сказать христианство, но извините, христианство не подходит по одной простой причине. Христианство заявляет, что Иисус Бог, а Иисус кушал еду, дышал воздухом, Он был рожден, Он умер, что значит, Он был зависимым, ограниченным. Не может быть, чтобы что-то по определению было конечным и бесконечным одновременно. Не может быть, что-то самодостаточным и зависимым одновременно. Не может быть что-то вечным и временным одновременно Все это ясно показывает невозможность Это не парадокс Это невозможное Вы никогда не сможете доказать Вы можете в это верить, если хотите Вы можете верить в невозможное, если хотите Но, веря в такое, какие принципы вы тогда вообще сможете обосновать? Все это относится к любой религии, заявляющей о человеке Боге Или любой религии, утверждающей, что вселенная — это Бог Хорошо, приведите мне свои доказательства, аргументы Обосновывающие то, что вы говорите В общем, я говорю о том, что Мы логически, рационально все объяснили Именно этому учит Коран о Боге Именно это говорит Ислам о Боге Именно так Коран говорит о создании небес и земли Я хочу сказать еще кое-что другое Я не верю, что рациональные аргументы Сами по себе являются исчерпывающими доказательствами Они являются очень весомым доводом Но они не являются абсолютно исчерпывающими доказательствами Я думаю, тут еще нужно совместить это с другим Есть два других понятия, с которыми вам нужно будет это совместить Одно — о нем я собираюсь поговорить прямо сейчас О другом я буду рассказывать завтра Первое, о чем я хочу поговорить сегодня И на нем я и закончу И мы перейдем к вопросам и ответам Есть другой вид доказательств Есть другой вид подтверждения Позвольте мне вас попросить кое о чем снова подумать Представьте, что это раскалено Раскалено Если я дам тебе это, брат И оно раскалено, что ты сделаешь? Брат, сейчас оно не раскалено Это просто Но если оно действительно стало сильно горячим Что ты сделаешь? Да, он выбросит ее Так же? Вы будете думать об этом? Держать или не держать? Выбросить или нет? Вы будете об этом думать? Это рефлекс Вы согласитесь, что это рефлекс? Это автоматическое действие Которое является знанием Информацией Не так ли? Но откуда эта информация пришла? Вы не думали об этом? Вы не анализировали это? Вы не думали? О, мне нужно выбросить его Это просто случилось Это информация, которую в вас запрограммировали Так же? Я верю И мусульмане в общем говорят Что у нас есть врожденная Встроенная способность отвечать на уровни рефлекса Господу Точно так же, как вы бросаете что-то горячее Когда оно у вас в руках Есть определенные случаи в вашей жизни Когда что вы сделаете? Вы начинаете взывать к Господу Автоматически Как ответ В форме рефлекса И взывать к Господу Это не называть его имя Вы можете сказать О, Иисус Но если вы скажете О, Иисус О, Будда Вы на самом деле не будете иметь в виду Иисуса или Будду Потому что если бы Иисус стоял рядом с вами И с вами случилось бы что-нибудь серьезное и страшное Чрезвычайное То вы бы не повернулись к Нему и не сказали О, Иисус, помоги мне Вы бы так не сделали Так же Вы бы взывали к тому же К которому взывал бы и сам Иисус Потому что это просто имя Которое вбили вам в голову Но есть концепция Концепция того, что тот К кому вы взываете Вы знаете, что он обладает силой и властью Над каждой вещью И в этой вселенной И на уровне инстинкта Вы знаете Что есть некто, у которого есть способность Спасти вас из беды И Коран приводит пример Коран приводит пример людей на лодке Они находятся на лодке И начинается шторм Волны разбиваются об эту лодку Представьте волны Как большой тент И они обрушиваются вниз И люди знают Что капитан не спасет нас То есть по нашему техника не спасает нас Они знают, что деньги их не спасут Они знают, что их норвежский паспорт их не спасет Они знают, что их красивое стройное тело не спасет их Ваши кроны Королева, изображенная на них Не спасет вас То есть все, что вы думали, что даст вам то Чего вы хотите и то, в чем вы нуждаетесь Теперь вы знаете, что все это ничтожно Все боги, которым вы молились Все идолы, которым вы верили На которых вы полагались Будто в форме денег, власти, богатства Или в форме камней и статуй Которым вы молились Если вы молились деревянным идолам Статуям, камням И вы думали, что они помогут вам Теперь вы поняли, что они утонут вместе с вами И они вам не помогут Но вы инстинктивно понимаете Одно Есть тот, кто обладает властью над всем в этой вселенной И он тот, кому вы взываете Это существо Это создатель В глубине своей души вы знаете Что это тот, кто обладает властью и способностью И вы говорите, о Господь О такой-то Вы взываете к нему Чтобы он помог вам и спас вас Это ваш инстинкт Это заложено в сердце каждого из вас И поэтому Нет принуждения в религии Мне не нужно принуждать вас Стать мусульманами Это даже не моя работа Давать вам руководство Я здесь лишь для того, чтобы напомнить вам О том, что вы уже и так знаете Вы уже знаете, что есть Создатель Вы уже знаете, что есть Тот, кто контролирует все в вашей жизни И вы это уже в жизни видели Но суть в том, что многие из вас, когда Господь спасает вас Что происходит? Меня многие спрашивали Вы были в Осло до этого? Хорошо, я расскажу вам Что произошло пару лет назад? Я был в Ори Правильно? Ори это место в Швеции Я был там с группой мусульман И была одна девочка Она летела в госпиталь в Норвегии И мы поехали и забрали ее Затем мы Проехали от госпиталя к Стокгольму Через всю Норвегию И проехали мимо Осло И я видел несколько зданий Осло Ну все, теперь умереть можно Красивый город В общем, о чем я говорю? Так вот Среди нас была одна девочка Она только что научилась кататься на лыжах И так Она каталась одна Все было нормально Она увидела, как дети Перепрыгивают через склон И подумала Если это делают дети Так что это получится и у меня И она оказалась на черной трассе Для профессионалов А она могла кататься только на зеленой трассе А зеленая трасса еще легче, чем голубая И она рассказывала нам Она так плакала И что же она говорила? О Господь Пожалуйста, спаси меня Пожалуйста, помоги мне Пожалуйста, пожалуйста Я буду хорошей мусульманкой Я буду молиться пять раз в день Господь, пожалуйста, спаси меня Спаси меня, спаси меня Она дала столько обещаний Но когда она спустилась на безопасную трассу Начала ли она молиться? Стала ли она? Нет Таков человек Господь показывает ему свои знамения И он показывает вам Вы даете обещания Вы даете обеты Вы посвящаете себя Богу В самой искренней, совершенной форме Затем Бог спасает вас И вы возвращаетесь обратно к поклонению тем вещам К которым вы поклонялись обычно Именно так поступает большинство людей Но реальность такова Что произошедшее с вами Это довод против вас Есть очень много уровней доказательств Которые мы тут можем привести И последнее, которое я хотел бы вам показать Связано с опытом Но об этом мы не будем говорить сегодня Мы будем говорить об этом завтра На моей лекции О том, как я стал мусульманином И о моем путешествии в ислам Я надеюсь, что все мы сегодня чему-нибудь научились Я научился норвежскому Я надеюсь, что и вы также извлекли пользу Для меня это большое удовольствие На самом деле, большое спасибо Ассаламу алейкум Ассаламу алейкум Ассаламу алейкум